Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент и ПК будет играть в замечательную игру под названием Last Day of Earth. Вы, наверное, скажете, Кентуха, да ты скатился, что ты играешь, чёрт возьми. Да, ребята, это не блокстрак, я всё прекрасно понимаю, но, ребята, это мега-крутая и мега-годная игра. Это что-то наподобие Раста, только на телефоне, то есть это, по сути, выживалка. Тут очень, просто очень-очень много возможностей. Также тут есть зомби, дайте я вам их покажу, зомби-приветик. Но, ребята, зомби нам не нужны. Также на полу тут валяются разные ресурсы. Давайте их будем подбирать, то есть вот есть кнопочка, рука, если что, играю я с симулятора, то есть играю я на ПК. Кому интересно, ребята, ставьте лайки, будет много лайков, то я расскажу, как поставить эту игрушку на ПК. В общем, ребята, мы подбираем разные ресурсы, потом с этих ресурсов можем себе строить дом, допустим, делать себе бронь и так далее. Давайте я вам покажу, что же вообще можно делать. Вот, ребята, это наш инвентарь, но прямо сейчас я вам покажу, что же можно делать. Мы нажимаем вот сюда, где гаечный ключ, и, ребята, мы можем делать, во-первых, инструменты, во-вторых, мы можем делать себе рюкзак, во-вторых, можем себе делать щоппер, кеды, сундук, нож. Короче, ребят, можем делать вообще всё, что захочем. Очень много разных возможностей, как по мне, игра очень крутая, очень классная и очень-очень улётная. Так что, ребята, не ленитесь, качайте и играйте вместе со мной. Пока что это одиночная игра, то есть пока что мультиплеера нету, но, ребята, скажу так, что в будущем я уверен, что разработчики добавят мультиплеер. Также в этой игре есть донат, конечно же, куда без донатов, всё-таки разработчики должны за что-то выживать, поэтому донату тоже есть. Давайте я вам покажу, как же всё это делать. Вот, ребят, кнопочка руки, мы просто нажимаем и подбираем разные ресурсы. Вы скажете, киндпк, ты же назвал видео, как набрать быстро сотый левел, ах ты типа хайпажор и так далее. Ребят, не тут-то было, всё предельно просто, чтобы набрать большой левел, мы просто нажимаем на кнопочку, которая находится снизу слева. Вот, ребят, кнопочка авто, мы на неё нажимаем и просто-напросто ждём. И подбираем сейчас растительное волокно, дальше подбираем хавчик, нажал кнопочку авто и, как мы видим, ребята, за каждый подобранный ресурс мы набираем себе опыт. Также наш персонаж может автоматически драться, то есть мы вообще ничего не делаем, но наш персонаж просто сам дерётся. Прямо сейчас я вообще ни на что не нажимаю, потому что кнопочка авто всё делает сама по себе. Чтобы, ребята, отключить режим авто, вы просто нажимаете на любую другую кнопку. Но пока что всё хорошо, мне вообще нравится, можно вообще ничего делать и фармить себе опыт. О, ребят, много зомби, шухер! Вот, ребят, единственный и небольшой минус кнопочки авто, это, ребята, конечно же, зомби. Они просто могут подойти и умножить вас на ноль. Это, как вы понимаете, очень-очень плохо. Ладно, давайте себе что-то сделаем. Я нажимаю на кнопочку инструменты, это что-то наподобие верстака. И тут мы, ребята, себе можем сделать, во-первых, топор, во-вторых, кирку. Или не можем, ну-ка. А, чтобы сделать кирку, мне, ребят, необходимо добыть немножко камня. Давайте ещё добудем два камня и сделаем себе кирку. То есть игрушка просто улётная. Сверху, справа, есть такая небольшая мини-карта. И это, конечно же, думаю, заслужит вашего лайка, ребята. Потому что я очень, прям очень давно вообще не играл в никакие игры, кроме блокстрайка. Поэтому, ребята, любители блокстрайка, если вы хотите, чтобы хотя бы раз или два раза в неделю уходила эта игра, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, а также напишите какой-то положительный комментарий. Так, погнали искать камень. Ага, ну, чтобы добывать вот этот ресурс, мне, ребят, необходимо кирка. То есть, в принципе, всё как в Майнкрафте, да? Чтобы добывать булыжник, нужна какая-то деревянная кирка. Вот мне тоже нужна какая-то кирка. Но чтобы сделать эту кирку, мне, ребят, необходимо добыть камень. Но чтобы добыть камень, мне необходимо просто его подобрать. Вот он, камешек один. Нормально, да? Камешек подобрали. Ничего себе, что это у нас такое? Слушайте, прикольно. Я не знаю, мы нашли какую-то разваленную машину. Слушайте, вообще шикарно. Да ну, мы нашли курточку! Ну, пипец! Это реальность, ребята, не шутки. Мы нашли самую настоящую курточку. Вот это рели круто. И я уже столкнулся с первой проблемой. То, что у меня, ребята, не хватает места в инвентаре. Давайте сейчас как-то мы немножко покушаем, что ли, и освободим место в инвентаре. Так, сейчас посмотрим, что же мы можем вытянуть. Я открываю мой рюкзак, нажимаю на кнопочку рюкзак. Я только что скушал 12 ягод. И прямо сейчас я надену мою курточку. Да, да, именно надену, а не надену. Потому что, ну, я образованный человек, вы понимаете, да? Ну что ж, мы надели мою курточку секонд-хенда. Скорее всего, это Норс Фейс. И мы, ребята, идем дальше. Создаем кирку. Не может быть, у кентарь есть кирка. Как это классно, да? Вообще, ребята, топ. Так, теперь мне надо как-то зайти обратно в мой инвентарь. И мне было бы неплохо что-то взять себе в руку. Так, 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 я нашел 3 железные руды. Это, конечно же, очень-очень круто. Ломаем дальше. Раз, два. Левой, правой, левой, правой. Нормально, нормально. Я уже добыл 6 железные руды. Да вы что, вообще шикардо. Так, ребята, у меня полон инвентарь. Надо что-то скрафтить. Надо или что-то выбросить, или что-то скрафтить. Одно из двух. Сейчас, короче, посмотрю, что же мне не надо. Так, плавильня. Вот, кстати, было бы неплохо сделать плавильню. Да, ребят, было бы круто сделать, допустим, из обычной железной руды какой-то лом или еще что-то. Слушайте, было бы очень-очень круто. Так, знаете что? Давайте я попытаюсь сделать себе свой первый дом. Я, ребят, конечно, все понимаю, но без дома как-то не то. Все-таки я не люблю быть бомжом. Не знаю, как вы, но быть бомжом, это, ребята, как по мне, немножко плохо. Поэтому давайте сделаем свой первый дом. И чтобы сделать свой первый дом, мне необходимо добыть дерево. Поэтому давайте зайдем в рюкзак. Так, возьмем вместо кирки топорик. И, ребята, погнали добывать дерево. Поехали. Так, вот у нас дерево, и давайте я буду просто его рубать. Нормально, и я уже получил новый уровень. То есть уровень тут получить вообще изи-бризи. Ништяк. Так, а ну-ка. Ага, и как я понял, вот это выпало с этого дерева доска, если я не ошибаюсь. Или нет? Или да? А ну-ка. Ну, вроде да. Сейчас, а ну-ка, я открою инвентарь и посмотрю, что же мне есть. Ага, я понял. Не-не-не. Когда я рубаю дерево, мне сразу доски ложатся мне в инвентарь. Ну как, бревна еще. Я что-то вообще путаю игрушку с Майнкрафтом прям жестко. Просто, ребят, я в прошлом Майнкрафтер, вы знаете, да? Говорю, это как будто это какой-то диагноз. В прошлом я, ребят, играл в Майнкрафт, поэтому я немножко путаю название вещей. Поэтому вы, если что, на меня не черчаете, я думаю, что в ближайшее время я все запомню и больше не буду тупить. Графика низкая, я не понял. Как это низкая? Мне надо на ультра. Прямо бежаете как-то. Слушайте, вообще шикарно. Вообще другая игра стала, да? Поставил себе графику на ультра и просто другая игра. Вообще шикардос. Так, ребят, погнали. Рубаем дальше дерево. И прямо сейчас ваш кинопк будет себе строить дом. Поехали. Сверху, справа, под мини-мапой есть вот такая вот кнопочка. Мы на нее нажимаем и прямо сейчас мы можем что-то крафтить. Давайте для начала сделаем пол к нашему дому. Так, одна часть есть, вторая часть есть, третья часть есть и четвертая. Блин, я не в ту сторону построил. Вот это я нуб. Ладно, будет у меня чуть побольше дом, чем я планировал. Так, ребят, нормально. Вроде пока что я уже построил основу для нашего дома. Осталось сделать стены. Так, одна стена... Не-не-не, сюда стену не надо, вы чё? Так, сюда стену, да. Одну стену сюда, вторую сюда, сюда, сюда. А, сюда, как я понял, стену не надо. Потому что там, в принципе, уже конец этой карты. То есть, как вы поняли, ребята, это всего лишь одна локация. А вообще таких локаций штук, наверное, 50 во всем этом мире. То есть, это одна небольшая локация. Потому что, мало ли, вы думаете, что это очень маленький мир или еще что-то. Нет, ребята, вы глубоко ошибаетесь. Потому что, на самом деле, это всего лишь одна маленькая локация в этом огромном мире. Так, ну что, делаем дальше стены нашему дому. Не понял. Так, чё-то тут, ребят, явно не то. Так, а ну-ка. Ага, по общей видимости, у меня просто-напросто закончилось дерево. Так-так-так, ля-ля-ля. А, здорово, здорово, бревнышко. Я иду тебя добывать. Вот срочно надо сделать, ребят, рюкзак. Сейчас посмотрю, что же необходимо, чтобы его скрафтить. Так, не-не то. Закрываем. И чтобы, ребята, скрафтить рюкзак. А, я его уже могу скрафтить. Да вы что, ребят? Всё, крафтим. Ништяк, поехали. Окей, создать. Всё, вот теперь просто другое дело. Поехали. Нажимаем просто кнопочку авто, и он всё будет делать за меня. Я нажал кнопочку авто, и, ребят, получаю на халябу уровень, и просто отдыхаю. Вообще круто. Так, мне хочется пить. А вот это уже проблема. Так, я хочу пить. Слушайте, а как это пить? Я лично не знаю. Слушайте, прям как-то странно. Как пить-то? А, я понял. Ягода утоляет мою жажду. Ну, чё-то как-то слабо утоляет жажду, при том очень слабо. Так, ребята, надо как-то что-то сделать с водой, потому что это глобальная проблема. Когда воды нету, это очень плохо. Так, я нашёл рудник с водой. Или это не вода? Или вода? Нет, не вода, подожди, не-не-не, не надо, не надо. Так, ну давайте я тогда буду искать пока что ягоды. Да, ребят, я пока что буду искать ягоды, а потом, если что... Ну, если что, чуть решим. Так. А, а уже ягод нет. Слушайте, как добывать воду? Я не знаю лично. А вот это уже меня немножко пугает, потому что мне, ребят, срочно нужна вода. Но как добыть воду, я пока что просто-напросто не знаю. Ну, если что, ребят, так в следующей серии, если она будет, если вы мне поддержите вашим большим пальцем вверх, я, ребят, вам расскажу, как же добыть можно воду. Но пока что я знаю, что воду можно добыть только с ягод, и всё. А ну-ка. Три ягоды. Ну, ребят, три ягоды это очень-очень мало. Вот сами смотрите. Вот я сейчас... Так, ой, не то-не то. Применяю. Применяю. И ещё раз применяю. Не, ребят, очень мало. Прям очень мало. Всё, изи-бризи, в принципе, всё готово. Осталось сделать только потолок. Но, в принципе, как я понимаю, потолок даже не надо, потому что это игрушка 2D. Если я сделаю потолок, то просто не будет видно моего персонажа. Ладно, ребята, пока я ещё до сих пор не сдох. Я думаю, что пора заканчивать. Если вам понравилась эта игра, пожалуйста, поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал. Мне выйдет безумно приятно. Так что, ребята, жду от вас лайков и подписок. Чем больше будет лайков и подписок, то тем скорее выйдет следующая серия. Также ссылка на скачивание этой игры, ребята, будет в описании. Ещё раз повторюсь, это не реклама, мне не платили. Всё, ребята, всем удачи и всем пока. Субтитры делал DimaTorzok